Здравствуйте! Сегодня понедельник, 28 декабря. В эфире новости от Макси Маркетс. Наш официальный партнер – информационное агентство банкир.ру. В этом выпуске – обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, Банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. Сегодня в ходе европейской и американской сессии Европейский Центральный Банк объявит еженедельный объем покупок ценных бумаг. А в Соединенных Штатах будет опубликован индекс производственной активности от ФРС Далласа. Кроме того, в США и во Франции пройдут аукционы по продаже трех шести 12-месячных облигаций государственного долга. Максимаркет. И финансирование. Максимаркет. После открытия торгов этой недели незначительным ценовым разрывом вниз, пара евро-доллар возобновила рост, длившийся на протяжении всеазиатско-тихоокеанской торговой сессии. Покупателям единой европейской валюты удалось приблизиться к сопротивлению 1,0970, однако закрепиться выше этой отметки им так и не удалось. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление нисходящего тренда, ориентиром для которого будут уровни 1,0930, 1,0900 и 1,0860. Сопротивления покупателей расположились на уровнях 1,0970, 1,1000 и 1,1040. Коррекционный рост британской валюты явно теряет силу и с открытием сегодняшних торгов пара фунт-доллар консолидируется в пределах ценового коридора 1,4905-1,4925. В связи с отсутствием публикации экономических новостей Великобритании, способных придать новый импульс к росту британца, наиболее вероятным сценарием развития торгов будет возврат к нисходящему тренду до уровня 1,4900, 1,4880-1,4850. Сопротивления по данной паре располагаются на уровнях 1,4925, 1,4945 и 1,4980. Золото продолжает боковое смещение в пределах уровней 1,072-1,074 доллара без явного преимущества продавцов либо покупателей. Возобновление роста американского доллара, а также общее негативное настроение на сырьевых рынках продолжают оказывать мощнейшее давление на этот драгоценный металл. При удачном пробое нижней границы указанного коридора мы предполагаем снижение к уровням 1,070-1,067-1,063 доллара. Закрепление цен выше сопротивления 1,074 доллара откроет путь к уровням 1,077-1,080-1,085 доллара. Цена на серебро, обвалившись с начала торгов более чем на 20 центов, продолжает уверенно двигаться вниз. Мы ожидаем снижение на сегодняшних торгах до уровня 14,05, 13,95 и, возможно, 13,80 доллара за тройскую унцию.